Несколько лет назад в Египте было сделано жуткое открытие. Хотите узнать, о чём речь? 16 пар человеческих рук, аккуратно закопанных в 4 жутких ямах. Сначала они не слишком походили на человеческие руки, поскольку были ненормально большими. Но это были именно они. Странно, но это были только правые руки, левых не было видно. Оказалось, это был древний тёмный ритуал. В древнеегипетском искусстве и сказаниях упоминалось о церемонии, на которой воины в качестве доказательства победы преподносили правую руку противника и просили взамен золота. Египтяне верили в загробную жизнь, поэтому отрубить кому-то руку означало лишить его силы навечно. Гарантировать такое поражение было интересно победившей стороне. В данном случае борьба шла между египтянами и гексосами, жившими на территории, которая когда-то называлась Ханааном. Египет всегда был центром находок, меняющих историю, и некоторое время назад был найден этот папирус. Если его развернуть, то он окажется чуть больше высоты небоскрёба, то есть самого маленького в мире небоскрёба, который находится у Уичета Фоллс, штат Техас. До того, как люди начали писать в приложении Notes, они писали на этом предмете, сделанном из сердцевины папирусного растения. Около двух тысяч лет назад древние египтяне написали нечто, напоминающее книгу, где описали большинство своих погребальных традиций и видения загробной жизни. Папирус считается одним из самых важных текстов древнего Египта и до сих пор продаётся в книжных магазинах. Этот древний манускрипт был найден в камере, расположенной к югу от пирамиды Джосера, находящейся в Саккаре. Да, Джосер – самая древняя пирамида в Египте, а не пирамиды Гизы, как думает большинство людей. Недавно в Саккаре археологи, возможно, нашли одну из самых древних целых мумий в Египте. Считается, что эта красивая и хорошо сохранившаяся мумия принадлежала богатому человеку. Её обнаружили в глубокой шахте, покрытую слоями золотых листьев. Есть много фактов, свидетельствующих о том, что этот человек был очень богатым и имел большое влияние. Например, повязка на голове, браслет на груди, а также тот факт, что он был забальзамирован в тунике, которая предназначалась только для лучших представителей Египта. Самой захватывающей частью находки было обнаружение места упокоения, запечатанного раствором так, как древние египтяне оставили его 4300 лет назад. Это может звучать странно, но в 2008 году археологи обнаружили пропавшую пирамиду. Она пропала, потому что разрушилась за 4000 лет. Сегодня можно увидеть только её основание. В древности это было довольно важное место. Говорят, что в районе пирамиды древние проводили особые церемонии, во время которых верховные жрецы преподносили богам мумифицированные останки священных быков. Интересный факт. Древние египтяне считали, что быки Апис были земными воплощениями городского божества Мемфиса и были связаны с обрядами плодородия. Однако быков Апис тщательно выбирали. Они должны были быть полностью чёрными, с единственной белой отметиной между рогами и целым рядом очень специфических характеристик. Их выбирали местные жрецы и почитали до тех пор, пока они не умирали. После этого их мумифицировали и хоронили в подземных галереях. Это пропавшая пирамида. Исчезла примерно в 1800-х годах. Впервые её обнаружил немецкий археолог в деревне Саккара. Он назвал её «Пирамидой без головы», когда впервые нашёл. Но потом, спустя годы после официального открытия, пески пустыни полностью её засыпали. В 19-20 веках проводились раскопки, но они были не слишком систематическими. Поэтому учёные были в восторге, когда, убрав восьмиметровый холм песка, покрывавший основание пирамиды, они откопали её целиком. А ещё, оказывается, американские археологи раскапывают кладбище в Египте, которое может содержать более миллиона мумий. На данный момент археологи откопали около 1700 мумий. Одно из главных отличий от других классических египетских мумий заключается в том, что эти люди не были царями и фараонами. Это были простолюдины, которые, скорее всего, жили около 1500 лет назад, когда Египет находился под контролем Римской и Византийской империй. Но название кладбища интересное. Путь водяного буйвола. Просто на случай, если вы захотите заехать туда во время следующей поездки. Помимо быков и буйволов, древние египтяне также любили бабуинов. Понимаете закономерность? В начале 20 века археологи обнаружили захоронение с мумифицированными бабуинами в месте под названием Долина обезьян. Животное не стали бы мумифицировать, если бы его не считали важным. Некоторые животные были важнее других, поскольку были связаны с определенными божествами. Шакалы были связаны с Анубисом, древним богом загробного мира. А кошек уподобляли женскому божеству Бастад. Бабуины имели большое значение, поскольку считалось, что они связаны с Тотом, божеством мудрости, и советником Ра, одного из верховных божеств Египта. Археологи, изучавшие внутренности этих сооружений, остались не слишком довольны. По их мнению, бабуинов лишали солнечного света большую часть их жизни. У них был сильный дефицит витамина Д, и их плохо кормили. Может быть, Тот рассердился на этих бабуинов? Просто предположение. Археологам в Египте никогда не бывает скучно. Например, как-то они нашли человеческие мумии с золотыми языками. Поскольку египтяне все время думали о загробной жизни, они считали, что золотые языки могут помочь человеку говорить, когда он перейдет на другую сторону. Конечно, маловероятно, но почему бы и не попробовать? Некоторые из этих мумий были помещены в деревянные гробы с ожерельями, керамикой, золотыми артефактами в форме цветов лотоса и жуков с корабелью. И айфонами! Шучу. Недавно в Египте был обнаружен новый храм. Ученые полагают, что он был посвящен Зевсу Кассиосу. Это божество представляло собой нечто среднее между Зевсом, всемогущим греческим богом неба, и горой Кассиос. Во время раскопок на Синайском полуострове в Египте археологи заметили две розовые гранитные колонны, торчащие из земли. И бинго! Они считают, что эти колонны представляли собой парадные ворота храма, которые обрушились во время землетрясения много лет назад. Кстати, среди древнегреческих богов были не только суперсерьезные. Недавно в одном из городов к югу от Каира ученые обнаружили золотое кольцо. Нет, Фродо, оно не волшебное. Это было обычное золотое кольцо, но на нем было изображено божество веселья, его официальное имя – бес. Бес часто описывается в священных текстах как «счастливый пухлый карлик». Сегодня многие татуировки лишены всякого смысла и делаются исключительно в эстетических целях. Однако в Древнем Египте женщины делали татуировки как символ защиты природы. По крайней мере, так считают ученые. В районе Нила ученые обнаружили несколько мумий с хорошо сохранившимися татуировками, что является большой редкостью, поскольку кожа быстро разрушается. У двух женщин на поясницах были татуировки с простыми рисунками. В основном это были изображения, в том числе того самого пухлого карлика, о котором мы только что говорили – беса. Помимо основной своей работы, он также был защитником женщин во время родов. Поверите ли вы мне, если я скажу, что древние египтяне изобрели робота? Нет? Ну, потому что это не совсем так. Конечно, они были астрономами, математиками и инженерами, но каким-то образом еще и создали эксцентричное изобретение – автоматизированное божество, которое ученые называют «Хадхор». Эта деревянная статуя простояла в Метрополитен-музее несколько лет, прежде чем кто-то заметил ее секрет. С помощью рентгеновского аппарата специалисты обнаружили внутри нее механическую операционную систему. Ось, напоминающая блок, идет от плеча статуи к ее левой ноге. Когда система вращается, статуя поднимает и опускает руку. Эй, выбери меня! Выбери меня! Я подняла руку!